Здравствуйте, с вами Бадук-1. Я продолжаю этим видео серию фундаментальной концепции ГО, которая в Корее называется Хэнкма. Можно перевести, наверное, на русский язык как движение камней. И в первом видео, ссылку на которую я приложу в описании к этому видео, мы разбирали соединение камней, а в этом видео я кратко покажу разные фундаментальные варианты разрезания камней. Давайте начнем с первого слайда. Здесь немного будет задачи, короткое видео, но тем не менее я хочу для того, чтобы тему максимально покрыть, сделать даже такие достаточно простые примеры. Значит, правый нижний угол, здесь единственный ход, чтобы порезать форму белых, является ход сюда. Здесь белый уже ничего не может сделать, потому что тут любой ход за черного, он просто уже будет работать. То есть черный не может сыграть тенуки, если черный сыграет в другом месте, например, тогда очевидно то, что это будет лесенка. И поэтому на этот ход черный ответит, но ответит с удовольствием, потому что белый сыграл изнутри и дал возможность черному сыграть снаружи, тем самым расширив свое внутреннее пространство. Но мы сейчас не будем затрагивать саму вот эту тематику, потому что там уже больше, наверное, на жизненное пространство для построения двух глаз. Это уже другие все темы. Мы просто разбираем здесь разрезание. И в данном случае вот этот ход и есть разрезание. Давайте идти дальше. Значит, следующая у нас задачка будет наверху. И здесь единственный правильный ход для того, чтобы разрезать белые камушки, не дать им соединиться, за черных это ход сюда. И здесь белый уже никак не может соединиться, он может нести отари просто и все. Все равно черный соединиться, когда белый порезан. Давайте смотреть дальше. Третья вот здесь задачка. Здесь также разрезание идет очень довольно-таки простым ходом сюда. И здесь белый уже никак не может соединиться. Этот камушек разрезали, черный получает здесь большую территорию. Идем дальше. Задачка номер четыре. Здесь очень все просто для того, чтобы черным отрезать вот эти камушки от этого камушка или наоборот его от них. Просто ход сюда. Вот это и есть разрезание. Тогда перейду ко второму слайду. Значит, второй слайд. Начинаем с этой задачки. Здесь корректным разрезанием за черных будет хоть сюда. И здесь белый в любом случае. Хоть так он будет разрезан. То есть эти камушки отрезаны от этих камушков. Идем дальше. Так, так, так. Давайте рассмотрим вот этот верхний вариант. Верхний вариант тоже достаточно простой. Таким ходом отрезается вот эти белые камушки от этих. Здесь белый ничего не может сделать. Только отари нанести с этой стороны. И мы видим то, что белый разрезан. Или там если будет отари с этой стороны, то все равно белый разрезан. Так, значит переходим к следующей. Здесь есть такой ход за черных. Вот эта форма, как и ЦУГИ, это форма тигриная пасть. Я не говорил в видео о терминах ГО, которые не очень хорошее качество получилось. Но вроде бы, как мне пишут, там все это смотрибельно. Значит, эта форма считается традиционно очень крепкой, но когда у нее достаточно степени свободы снаружи. А в данном случае она окружена стенкой с одной стороны. И здесь вот самое важное не сама стенка, а то, что у черных есть камень в пункте D14, который соединен с другими камнями. То есть здесь вот эти два камушка соединены с этим. Соответственно, в таком случае просто толчок сюда, он разрезает белых. Он создает вот эти точки мияя разрезания. Если белый соединится здесь, тогда разрезание отсюда. И, соответственно, если белый соединится здесь, тогда разрезание отсюда. Так, давайте перейдем к этой проблеме, которая слева внизу. Значит, здесь у нас тоже достаточно все просто. Для того, чтобы черным отделить вот эти три камушка белых от этих трех камушков белого, достаточно просто сыграть сюда. вот и все. В принципе, только такой ход. То есть такой ход, он уже не будет работать, потому что белый соединится. Да, то есть тут Atari будет. И, в принципе, белому уже не надо играть в данной ситуации. Он соединен. Все, в принципе, довольно таки здесь ясно, доступно. Поэтому давайте перейдем к следующему слайду. Слайдов будет всего четыре. Вот мы уже перешли на третий для того, чтобы видео делать более короткими. Я считаю, такой формат удобней. И здесь правая нижняя задачка. Значит, опять же, черным надо отрезать вот эти три белых камушка от этих двух. И черный играет сюда. У белого есть ход сюда, но черный здесь блокирует. Белый отрезает, но у черного есть ход сюда. И эти два камушка приехали. Но сейчас суть не в том, кто приехал, а кто нет. А суть в том, что черные отрезали, а белые камушки эти от этих. Так, давайте идти дальше. Верхняя часть. И здесь такой... Может показаться немного то, что белый всегда может нанести Атари, но на самом деле не может белый нанести Атари. Здесь, в общем, правильный ход за черных, чтобы отделить вот эти четыре камушка белых от этих, это ход сюда. Это единственный правильный ход. И здесь белый из-за того, что у него недостаточно степени свободы, чтобы нанести Атари, не может соединиться так, потому что черный просто эти два камушка заберет. Значит, в такой форме разрезанием является такой пункт. Поставят Атари, просто черно соединяется, и очевидно то, что белый уже все отрезан. Давайте идти дальше. И здесь у нас следующая задачка будет такая. Вот эта форма называется панцирь в черепахе. Это можно сказать из категории пануки, но пануки это когда один камушек снимается с доски, а панцирь в черепахе, когда два камушка снимается с доски. Значит, так, так, так. И здесь задача черных, соответственно, вот эту форму панцирь в черепахе отрезать от этих двух камушков, которые, в свою очередь, заблокированы для построения базы по левой стороне. Значит, здесь тоже все очень просто. Черный играет сюда. Вот, кстати, вчера я смотрел очень похожую форму была в партии 2-й дан против 1-го данных КГС. И у них была какая-то борьба, и была очень похожая форма, в которой в итоге было вот так. И, значит, и просто там была немного другая ситуация, но можно было начать КО. И даже нужно было начать КО в той ситуации. И здесь то же самое. Как это называется? Если черный сыграет такой ход, да, предположим, что у белых здесь, если бы даже была территория, иногда для Йоса черный будет играть сюда, чтобы еще на один пункт уменьшить, то белый просто может начать КО. Есть такая возможность, да, поэтому для того, чтобы нам твердо разрезать, надо просто сыграть такой ход опускание на первую линию. Он называется САГАРИ. САГАРИ – это опускание с третьей линии на вторую и со второй линии на первую. Это САГАРИ. Вот в данном случае со второй линии на первую черные сделали этот ход и разрезали белых. И давайте перейдем теперь вот к этой задачке, которая слева внизу. Так, здесь у нас такая форма. И здесь, в принципе, очень просто. форма тигриная пасть разрезает белых. То есть вот такой ход. Она, в принципе, та же самая, что и здесь, просто в перевернутом виде. То есть, если здесь мы разрезаем таким образом, и у нас вот эта вершина, она смотрит к краю доски, то здесь мы разрезаем точно такой же формой, но здесь перевернутый вариант этой формы, когда вершина ее смотрит в центр доски. А так это абсолютно одинаковая форма. Тигриная пасть, как и ЦУГИ, очень прочное соединение. И здесь белый отрезан. Эти камушки отрезаны от этих. И, в принципе, белый может сюда походить, попробовать выжать. Черный просто соединяется. Белый наносит татарь. Черный играет сюда. И здесь у белого недостаточно пространства для построения двух глаз. Потому что, если он просто сыграет сюда, черный заблокирует. И здесь это убивается. Но, опять же, это не тема нашего видео. Поэтому нам это сейчас совершенно не важно. Для нас задача смотреть фундаментальные методы, техники разрезания камней. Поэтому вот один из методов, это вот эта форма как и ЦУГИ, или тигриная пасть, тайгер мауф, или висячие соединения. По-разному ее называют. Очень крепкая форма. Так, и вроде бы здесь мы все рассмотрели. И давайте перейдем теперь к последнему слайду. Здесь у нас... Так, а что у нас здесь? Значит, вот эта нижняя форма, она режется только таким ходом. И здесь белый не может соединиться, потому что из-за наличия камушка С7 у черных, черный, опять же, той же самой формы тигриная пасть, просто тут с добавлением еще одного камушка, а черные отрезают. И здесь белый только может атари нанести, но черный соединится, и это не страшно. И, в принципе, если белый пойдет сюда, угрожая захватить эти камушки, тогда черный сыграет такой атари, и все. То есть здесь белый никак не успевает ничего сделать. А если белый подумает, что здесь ко, тогда черный просто ставит такой двойной атари, и все. Но только с этой стороны, ни в коем случае не с той, потому что так будет до мудзумари у черных, и эти камушки приплыли. Ну окей, об этом мы не будем. У нас задача, еще раз напомню, это разрезание. Здесь в этой форме черные проталкивают, и потом играют такой ход. Так, давайте перейдем теперь к верхнему варианту. Верхний вариант у нас так, так, так. И здесь немного хитрый вариант. Здесь придется черным жертвовать, потому что если черный пожадничает и сыграет с этой стороны, то есть задача черного изначально вот здесь, в этой задачке, отделить вот эти четыре камушка белых от вот этого камушка как-нибудь. Если он будет играть таким образом очень жадно, тогда мы видим то, что у черных вот этих камушков всего три дыхания. У этих белых камушков пять дыханий, и у этих камушков тоже пять дыханий. Поэтому здесь черные приплыли, и задачу свою не выполнили, не разрезали. Поэтому в такой форме единственный правильный вариант развития событий за черных будет нанести атари сюда, вынуждая белых забрать эти два камушка, нанести еще один атари, и здесь белый уже забирает, и в принципе, черный уже разрезал этот камушек от этого. То есть очень часто бывает в некоторых джасеке или в розыгрышах углов или каких-нибудь еще ситуациях. В Йоса бывают специальные тесудзи с пожертвованием двух камушков для того, чтобы запечатать себе третью и вторую линию в темпе, в центре. Вот как-то так. То есть здесь я объяснил, то есть мы отрезаем этот камушек, жертвуя вот эти два камушка. Иначе никак у нас не получится. Так, дальше переходим теперь. Значит, такая вот задачка. И в этой задачке что нам нужно сделать? В этой задачке нам нужно вот эти три камушка белых отделить от этих трех камушков белых. И это делается очень просто, входом сюда. Вход сюда, и мы видим то, что белый никак не может соединиться. Белые камушки разрезаны. Ок? Поэтому здесь как-то особенно нечего обсуждать. Давайте перейдем теперь уже к последней нашей задачке из этого видео. Это такая форма. Так, так, так. И в этой форме есть у черных такой ход разрезающий. Белый играет сюда, черный играет сюда. И вот эти белые камушки снаружи отрезаны от этих белых камушков снизу. Вот. То есть, только такой ход. В другую сторону белый соединяется. Ок? Ну и, в принципе, здесь достаточно все просто. Если будут какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста, в комментариях под видео. И это была тема хенгма или движение камней под раздел разрезания. И, напомню, я иду от самых фундаментальных и простых вариантов к более сложным. И пока еще будет несколько видео на тему очень простых вариантов, чтобы мы покрыли другие под категории хенгмы или движение камней. Все. Спасибо за внимание. До встречи в следующем видео. Пока. Пока.